Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за всё. Мы благодарны за Духа Святого, который наставляет нас на всякую истину, просвещает очи наших сердец, делает нас способными принимать Слово Твое и даёт силы следовать Ему, потому что Ты сказал, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир. Спасибо, что Ты даёшь нам мудрость поступать по Слову Твоему во имя Иисуса. Аминь. Добрый день, хорошие мои! Вы на канале Тот, кто больше храма. Притчи. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга. Кто обижает бедного, чтобы умножить своё богатство, и кто даёт богатому, тот обеднеет. Преклони ухо Твоё и слушай слова мудрых, и сердце Твоё обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если Ты будешь хранить их в сердце Твоём, и они будут также в устах Твоих, чтобы упование Твое было на Господа, я учу Тебя и сегодня, и Ты помни. Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, главу 25. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик «Вот, жених идёт, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы, и те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришёл жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ «Истинно говорю вам, не знаю вас». «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал к себе рабов своих и поручил им имение своё. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошёл, употребил их в дело и приобрёл другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрёл другие два. Получивший же один талант, пошёл и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчёта. И, подойдя, получивший пять талантов, принёс другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрёл на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошёл так же и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрёл на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошёл и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнёшь, где не сеял и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в земле, вот тебе твоё». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте вон в тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил, «Кто имеет уши, слышит, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую руку, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одного из всех меньших, то не сделали и мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». В этой прекрасной главе Иисус с притчей о мудрых и неразумных девах еще раз призывает нас бодрствовать, чтобы быть готовыми к его приходу и не оказаться за дверями небесного брачного пира. Так же притчей о талантах он говорит об огромной важности ежедневного труда для Бога, об использовании всего нашего потенциала, данного им, иначе, как негодные и ленивые рабы, мы тоже можем быть выкинуты из Царства Божьего. И третья часть этой главы посвящена важности правильного отношения к людям по заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя», потому что по нашему отношению к людям видно и наше отношение к Богу. И если мы не уделяем внимания ближним вокруг нас, то бесполезны наши поклоны Богу. И, подводя итог этой главе, он говорит «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Псалом Давида Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвигалась. Воспреломенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что ты соделал это. Отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражений руки твоей. Если ты обличениями божишь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться прежде, нежели отойду и не будет меня. Дорогие мои, сегодня мы встретились с вами уже в 50-й раз. Я благодарю Бога, что Он оказал мне честь и доверил это служение. И я верю, что многим и многим людям оно поможет познать любовь Божью, Его милость и прощение. Я благодарю всех вас, что вы были со мною эти полгода. И верю, что все наши следующие встречи будут вам в благословение. И Дух Святой будет говорить в ваши сердца святым Словом Божьим, очищая и освобождая их от мирского мусора и соделывая святыми и непорочными пред Ним в любви Христом Иисусом. Если в вашем сердце есть желание помочь этому служению финансово, чтобы у меня была возможность распространять его как можно больше, то я буду этому очень благодарна. Под видео есть линк сайта этого служения, а на сайте страничка для пожертвований. Посетите ее, когда захотите помочь. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, что Ты называешь нас чадами Божьими. Мы благодарны Тебе, что Ты открываешься нам и даешь нам право свидетельствовать о Тебе. Мы молимся за здоровье всех слушающих на основании Твоего слова, ибо Ты, Господь, целитель наш и надеющиеся на Тебя обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, и потекут, и не устанут, пойдут и не утомятся. Мы провозглашаем полное здоровье в наших телах и наших жизнях. Славим и благословляем имя Твое во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны. До следующей встречи. Славим 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok